Задаем каждому докладчику два вопроса. Первый доклад у нас сделала Замира Ахмедовна. Пожалуйста, вопросы к докладу Замира Ахмедовны. Напомню, доклады конструктивно-пластические операции, признакачественного образования языка и дна полости рта с пользой кожным мышечным лоскутом. Николай Николаевич, у вас есть вопросы, как у патриарха пластической хирургии нашей страны? Да ладно, бросите. Замира Ахмедовна, я все-таки хотел спросить, у вас очень много лоскутов мышечных, ну там 4-5, все-таки чем определялся выбор того или иного мышечного лоскута? У нас отделение, оно создано недавно, на самом деле, по пластике. И то, что мы делаем сейчас, это мы делаем в течение последних 3-4 лет, занимаясь реконструкцией. И, естественно, по данным литературы, посмотрев на те осложнения, которые возникают и при реконструкциях какого-то определенного вида пластики, нам необходимо было разделить этих пациентов. Мы, собственно говоря, разделили по виду тканей, по тому, какая донорская зона, в каком она виде. Если лучевая терапия, которая была по радикальной программе проведена пациентам, не позволяла, то, конечно, этим пациентам отдаленный лоскут, мы брали торакодорзальный лоскут. Если это было допустимо, то выполняли именно в той зоне, где ближайшее расположение – это шея. То есть, вот близости лоскута, так, по крайнейшему счету, да? Да, донорская зона. Мы определили по донорской зоне. Если действительно есть и возможность выполнить ближайший лоскут, то брали ближайший. У нас три пациента, у которых была выполнена торакодорзальным лоскутом пластика. Это те пациенты, у которых после лучевые были ожоги, и не было возможности выполнить ближайшим лоскутом. – Еще вопросы к замере есть? – Да, пожалуйста. – Я поняла, при данной патологии не использовали. – Спасибо большое. – Спасибо. – Спасибо. – К моему сообщению какие-то возникли вопросы? – Пожалуйста. – У меня нет вопросов. Я просто сидел и думал о том, что было понятно вообще, как мы живем, как нужно жить на самом деле. Осталось только нам всем собраться, в общем, и действовать в той, как ты говоришь, парадигме, да, так, по-моему, в которую вы определили. Спасибо большое. Хороший доклад. – Спасибо. Доклад, да. – Скажите, пожалуйста, а вот, скажите, да, а вот почему, собственно, Москва? – Вот вы проводили большой все-таки съезд онкологический в конце мая, и сейчас, вот, 8-10 июня, вот какой-то нет коррекции, или это специальные какие-то есть предпосылки? – Ну, на самом деле, замеры, это, наверное, вопрос к нам ко всем. Дело в том, что вы на первом заседании сказали, что вот этот вот конгресс, он же вырос из конференции по раку молочной железы, который традиционно всегда проводил Семиглазов. И, по большому счету, школа онкологическая Санкт-Петербурга, северо-западного региона, да и с поддержкой всей страны, в принципе, всегда заслужил интерес к сообщению. Даже вот вы меня перечислили, а перед этим я еще скажу, между ними я еще побывал в Ташкенте, побывал в Риме. Я вам хочу сказать, не повторяются. Вот мы с Евгением Циреновичем, как братья-близнецы, как одна команда, движемся по земному шару, и вот в течение месяца мы побывали на четырех мероприятиях. И надо сказать, что тематик и вопросов на голове есть столько, что они не пересекаются. Ну, вот докладчики, вот я говорю, два докладчика ездят друг с другом, еще Анатолий Филиппович Романчишин, а остальные-то разные когорты. И поэтому, в принципе, это как раз-таки результат того, что тематик и вопросов очень много, в том числе даже и наших зарубежных коллег. В одном были одни коллеги. Чем больше идет общение, тем, по-моему, полезнее. Спасибо. Так, доклад Матолин Олег Владимирович. Реконструктивно-пластические операции при прокладывающем браке головы и шеи с микрохирургической пластикой. Вопросы какие-то по данному докладу? Да, конечно. Олег Владимирович, я тоже хотел все-таки уточнить, у вас широкий там спектр тоже костных лоскутов. И все-таки когда вот ребро, например, крайне нечастый трансплантат в целом, но вы все-таки его используете, как у вас, чем определяется воздушная кость ребро малоберцового? Вот сегодня было сказано, как всем это известно, что малоберцовый трансплантат – это трансплантат выбора для пластик, челюсти, нижней или верхней. Ну, вы знаете, собственно говоря, действительно у нас, собственно говоря, в отделении колоссальный опыт с 92-го года. И, ну, был период, когда мы увлекались действительно вот транссплантацией с включением фрагментов ребер, набрали достаточно большой опыт. Действительно, они в каких-то случаях, ну, скажем так, может быть, даже оптимальней малоберцовых каких-то нет. Там есть определенные предпосылки, в том числе и анатомические, которые мы в своих работах пытались показать. Но на сегодняшний день мы, конечно, придерживаемся, наверное, вот этой общей тенденции, что да, для нижней челюсти, ну, наиболее оптимальным является малоберцовый трансплант. Для верхней челюсти, ну, все-таки, вероятнее всего, тут, наверное, вариант выбора. И действительно, можно использовать и фрагменты ребер, и можно и лучевой с фрагментным костной структурой. Но все зависит, наверное, в первую очередь от объема и функции дефекта. И что мы хотим получить в дальнейшем. Ну, то есть, допустим, да, не только восстановить внешнюю функцию, но и получить функцию нормального питания с последующим протезированием. А эти вопросы, они все возникали, ну, в течение работы постепенно. Потому что, наверное, изначально была задача просто закрыть как-нибудь, чтобы пациент выжил, да. А вот сейчас уже, слава Богу, и, собственно говоря, мы, наверное, держимся на уровне, собственно говоря, мировых стандартах, когда мы уже занимаемся действительно и в том числе и дентальным протезированием. И позволяем пациентам реально восстановиться, в том числе и с эстетических позиций. И поэтому, наверное, в каждом случае выбор этот сугубо индивидуален. И просчитываются различные варианты, и те, и другие, и, в общем, коллегиально принимается решение. В том числе и, наверное, с участием пациента. Потому что, где у него будет донорский дефект, наверное, тоже для кого-то это принципиально. То есть, все-таки это материал не самый последний, да, ребра? Ну, не только, но это... Дополним, можно мне, как соавтор данного доклада, сказать, наверное, что, конечно, это, во-первых, срез временной, Олег Владимирович сказал, 92-го года. Во-вторых, вот реально, за одно поколение хирургов, за одно поколение команды, одна вот мы с Олегом Владимировичем как раз все эти, как говорится, одной бригадой все это ваяли, изменился профиль пациента. И тех больных, которых мы оперировали в 90-х, мы в 2000-х уже не оперировали. И, конечно, когда задача ставила закрыть обширнейшие дефекты, а рядом при поднятии ТДЛ лежит ребро, и понимая, что он хоть какую-то функциональную опорную функцию выполнит, мы его брали. Сейчас, сейчас, вот сами для себя, мы так его и определили, место этого трансплантата, как трансплантат, способный закрыть сверхобширные дефекты, включая, причем на одной ножке беря и ТД, и цератус, и лопаточные, кожно-функциональные, действительно, такая возможность сделать 3D-реконструкцию, в промежутке с которыми лежит, у нас даже есть работа, по-моему, публикация была, когда мы на этой одной сосуде с ножки использовали и фрагмент ребра, и фрагмент лопатки одновременно. Но сейчас, конечно, таких больных стало меньше, и слава Богу. Жалко, нет, Калакунско, он бы точно с вами согласился. Какое количество неудачи, потери от трансплантата? Потеря не соответствует... Не ребро, нет, нет. Вот вы, по-моему, почти 200 больных. На общее количество это где-то 5-4%. Понятно. Спасибо, очень красивый доклад. Я не знаю, есть ли вопросы еще какие-то. Спасибо большое. Следующий доклад из онкологического центра, перемещенный и свободный лоск для замечания дефектора при опухоли полости рта. Андрей Андреевич Лысов, пожалуйста, подойдите. Какие вопросы по данному докладу возникли? Вот у меня вопрос был, знаете, какой я всегда, Михаил Сергеевич задавал его Евгению Григорьевичу Матякину. Вот лоскуты на основе височной мышцы, перемещенные в позицию слизистой щеки. Все-таки, насколько можно просчитать сокращение площади? Потому что без эпителия, к сожалению, мы с вами знаем, наступает эпителизация через контракцию. Вот как рассчитать уменьшение площади в результате вот этого контракционного рубцевания эпителизации? А в последующем вы имеете в виду? Да, естественно, в последующем. Вы же пока берете, вы его берете один к одному практически. Да, один к одному. А дальше происходит вот это, так сказать, уменьшение. Как можно прогнозировать, как можно рассчитывать это? Честно, даже затрудняюсь следить на этот вопрос, как это можно прогнозировать. Но что могу сказать точно, что у большинства таких больных потом образуется рубцовая контрактура и тризм. И это существенный достаток этого метода пластики. Поэтому, а как именно это предсказать, я не могу сказать честно. Спасибо. Еще вопросы по данным докладам? Спасибо большое. Дальше идем по программе. Ну, коллеги из Германии, мы задавали вопросы, да? Тогда вопрос по последнему докладу Владимиру Серафимовичу Шакову. Конечно, сложное наблюдение. Такая сага, микрохирургическая сага. Да, какие вопросы? Вы переведете, пожалуйста. You have a question? Как проводится мониторинг после сосудистых, этих микрососудистых оперативных вмешательств? Что Вы используете и как часто осматривают сосуды лоскуты хирурги? В этих случаях используют УЗИ, контроль за состоянием сосудистой ножки. И хирург смотрит ежедневно, в течение дня, несколько раз это есть, это дневное время. И, конечно, больной находится в реабилитационном отделении, там работает дежурный врач. Но в данном случае, вот то, что случилось сначала, вот эта потеря кишечного трансплантата, у больного где-то в середине ночи появилась кровь. То, что рассказал Владимир Серафимович, я не быстро говорю. Кровь во рту, в носовой полости. И дежурный врач понял и воспринял это как кровотечение. И, в общем-то, занимались остановкой кровотечения. И только утром, когда мы появились, стало ясно, что ситуация совсем другого толка, что у больного тромбоз венозный. Вот так это произошло. В принципе, обычно УЗИ, это самый такой реальный способ. Иногда делается эндоскопия, если это необходимо. Спасибо. Еще какие вопросы по данному докладу? Да, конечно. Вы говорили, что у вас опыт замещения дефекта гортана-глотки тремя лучевых лодок. Это не верно? Три лучевых лодок. Три случая. Три случая, да, замещения гортана-глотки и лучевых лодок. А почему гортана-глотки? Глотки вы имеете? Скажите, а вызывались рубцовы контактуры? Нет. Нет, но нас немного действительно, и не было остановок. Нет, рубцовых не было. Спасибо большое. Таким образом, мы задали вопросы нашим уважаемым докладчикам, и есть время для дискуссии. И надо поблагодарить оргкомедит, что в качестве соприседателя нашей секции пригласили Валерия Николаевича Вавилова. Я действительно оговорился, это один из основоположников пластической хирургии в нашей стране. Вот поэтому, Валерия Николаевича, вам слово. Надо встать. На дискуссии. Как хотите. Можете встать, можете. Честно говоря, знаете, если уж так, то никакой дискуссии с моей точки зрения на самом деле быть не может. Я на самом деле получил огромное удовольствие от докладов, от всех докладов. Они чрезвычайно интересны. И то, что так широко и так здорово работают сегодня люди, занимающиеся проблемой, которые мы обсуждали, вызывает, честно говоря, восхищение. Мне приятно, как это не может быть будет, ну я знаю, ловко или неловко говорить, что, ну вот доклад нашего коллеги из Германии, он только подчеркивает то, что все выступавшие здесь выглядят на очень-очень хорошем уровне. Правда, мне чрезвычайно приятно это отметить. Мне единственное, только жалко, что пока работа на таком уровне остается все-таки прерогативой крупных городов, совсем крупных городов в нашей стране, в Москве, где Игорь Владимирович много вложил в это дело, у нас в Питере работает, в некоторых еще местах Челябинск, и вот это, к сожалению, ну на самом деле не самая приятная история. А в принципе, мне кажется, это все очень здорово, очень сильно и вызывает просто очень хорошее впечатление. Спасибо вам всем большое. Уважаемые коллеги, тогда позвольте мне, да, поблагодарить Валерия Николаевича от нас всех. И хотелось бы тогда сделать еще несколько очень важных объявлений. Значит, вот на обсуждаемую тему будет в следующей части, послеобеденный доклад Евгения Сленовича Чинзонова, представит опыт Сибирского онкологического института. Я вас приглашаю всех его послушать. И затем, на эту же тему, вот в номерах двух журналов, голова и шея, опухоль голова и шеи, которые еще остались, пожалуйста, не забудьте подойти, радачный материал и забрать. Как раз это обсуждается в вопросе реконструкции членцельцевой области. Затем еще объявление очень важного и следующего свойства. Этот год, он завершающий по первичной переподготовке по пластической хирургии. С 16-го года уже подписан приказ, будет только через ординатуру. Поэтому вы имеете практически последнюю возможность в сентябре, в осеннем семестре, получить сертификат пластических хирургов. Вот оба заведующих кафедра, которые имеют лицензии и проводят образование по данной дисциплине перед вами. Не забудьте и не упустите свой шанс. Потом будет больно и долго. Два года. Таким образом, я приглашаю вас к активному взаимодействию. Благодарю вас за участие в этой сессии. Объявление какого-то торгового комитета будет? Да, в 14.30 мы продолжаем секцию здесь. Еще раз говорю, не забудьте взять раздачные материалы. Спасибо. Спасибо.